На белорусских дорогах в последнее время часто встречаются водители, которых так и хочется спросить права купил, а ездить не купил. Этот вопрос можно смело адресовать водителю серебристого универсала, который проигнорировал знак «Кирпич», установленного рядом с Гусаковским сквером в Могилеве, настырно ждал, когда же ему уступят дорогу. Автор ролика был непреклонен, нарушителю не уступил. Но тот, видимо, решил, запрещающий знак установлен не для него. В этот раз учитель проиграл ученику. Представьте ситуацию. Просматриваешь запись своего регистратора и видишь такую картину. Кто-то большой прыгает по капоту твоего авто. Злодей. А теперь смотрим запись камеры видеонаблюдения и становится ясно. Водитель темного универсала сам спровоцировал этот танец. Эта история произошла в одном из могилевских дворов микрорайона Соломенко. Водитель темной машины отлучился на неопределенное время, по делам предусмотрительно, перед этим перекрыв своим автодорогу. А тут с дачи на большом американце возвращалась семья. Что только не делал водитель минивена. И кричал в окна, и стучал по колесу. Реакции никакой. Отчаявшись, видимо, в воспитательных целях, он решил станцевать на капоте обидчика Джигу. Мораль. Правила парковки нужно знать на зубок, и капот будет в порядке. Новая белорусская народная примета. Увидел лошадь на дороге, готовься к ремонту. Дело было в жлобине. Мирно слушая шансон, водитель легковушки подъезжает к перекрестку и ждет зеленого на светофоре. В поворот аккуратно входит джип, а за ним на всех парах пытается вписаться лихой конь с телегой. Конь вписался, телега нет. Итог. Машина и телега ремонт. Как показывает практика, бояться на дороге нужно не только лошадей. Навести страху на водителя способен и обычный кот. Особенно, когда неожиданно встречаешь его темной ночью в темном дворе. В этот раз повезло всем, коту и автору ролика. Остались только эмоции. Присылайте своей дорожной истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат собачка тут.бай».